Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Многие помнят эти слова Некрасова, как в старину заготавливали дрова. Помните там лошадка, везущая хворосту ввоз. Важно, спокойствие, чинном, ну и так далее. В лесу раздавался топор дровосека. Так вот, в старину дрова всегда заготавливали к зимнюю пору. Почему? Да потому что осенью прекращался ход соков, ход воды в деревья. Деревья как бы застывали. И после того, как деревья срубали, их распиливали на чурки. И в связи с тем, что в деревьях была вода, они очень хорошо кололись. Проще было расколоть их на поленье. Какие же все-таки дрова лучше? Ну прежде всего, лучше хорошо высушена дрова. Почему дрова заготавливали зимой? Наилучшее время для заготовки дров это февраль-март. Если в это время заготавливать дрова, независимо от того, береза это, сосна, ель, пихта, лиственница, в этих дровах наименьшее количество влажности. И если их, скажем, в марте месяце срубить, то дровам хватало всего 150 дней для того, чтобы они высохли. И, по сути дела, к новому отопительному сезону дрова уже были пригодны для топки печей, для того, чтобы в каминах можно было жечь. Наилучшая влажность дров для топки это где-то 15-20 процентов. То есть, вот если взять по теплотворной способности, дрова свежеспиленные, которых примерно 50 процентов влаги, дают всего где-то 1800 килокалорий тепла. И в то же время дрова высушенные до 15-20 процентов влажности дают больше, чем в два раза, где-то 3800-3900 килокалорий. Вот почему, в принципе, дрова и надо сушить. Какие же дрова все-таки лучше? Многие хвалят береза, что очень хорошо горит, но жалуются, что якобы береза выделяет деготь, и он оседает на стенках дымоходов. Но дело все в том, что если топить нормально, с достаточным количеством воздуха, то и от березы никакого дегтя на стенках дымоходов не будет. Но в наших условиях хорошо заготавливать березу, очень хорошо идет сосна, ель, пихта, лиственница. Многие заготавливают осину. Чем хороша осина? Ну, есть такая пословица, осина не горит без керосина. Почему? Потому что осина очень плохо разгорается. Но когда она разгорится, она дает очень длинное пламя. У нее низкая теплотворная способность, но за счет того, что длинное пламя, очень хорошо выгорает сажа из дымоходов. Примерно такой же эффект дает ольха. Ольху у нас тоже можно заготовить. Ну и намного хуже горит тополь. Хороши для печи сосновые дрова, пихтовые дрова. Единственное, они не очень хороши для камина. Почему? Потому что в них находится очень много смолы. И эта смола при горении начинает стрелять. Стреляют угольки и искорки. Поэтому для камина лучше березовые. А для печи лиственница, сосна, ель очень хорошо разгораются и дают очень хорошее. Сушить дрова лучше всего в поленницах. И дрова должны находиться под крышей. Для чего? Для того, чтобы не поступала в летнее время влага на дрова. Ну вот, допустим. Вот эти вот березовые дрова у меня заготовлены 3 года назад. Но они уже заканчиваются. Ими я в основном топлю баню. Вот в поленнице сложены. Вот эти дрова мне привезли в конце января этого года. То есть, в принципе, ну, ими уже можно начинать топить. Хотя мне еще пока хватит дров, которые были заготовлены позапрошлом году. Вот эти дрова у меня уже сухие. Вот эти дрова были заготовлены позапрошлом году. Но вот я думаю, что на зиму у меня их хватит достаточно будет. Вот видите, они лежат в чурках. Вот эти чурки потом раскалываются. Просто для этого, ну, места меньше надо для чурок. И дрова нормально высыхают. Ну, а теперь я покажу, какие примерно должны быть поления. Сейчас я покажу, как. Есть такая загабля. Баран со множеством ран. Так вот, вот этот баран со множеством ран. Это как раз колода, на которой колют дрова. Дрова колются небольшими полежками. Ну, вот это самое большое. Вот поменьше, вот еще меньше. Для чего? Для того, чтобы они лучше в печи загорелись. Ну, вот примерно, вот такие вот полежки. Каждый хозяин выбирает полежки для себя. То есть по длине своей топки. У меня топка небольшая. Всего 40 сантиметров. Поэтому вот такие дрова для меня вполне нормальные. Ну, в принципе, я на одну топку дров уже себе наколол.